Взял Вкусно Кстати, он там альбасовый, как яблоко, вкус как яблоко. Там только с чуть-чуть запашком, как сказал папа, с яблоком запахом одеколона. Нет, именно вот если кусать его, но такой же, как бабушка вареная. Как яблоко, проваренная, да. Всем привет. Сегодня мое видео с кухней. Ой, потому что сегодня на улице дождь. Не то же дождь, просто дождище. Такое вообще рясной, как говорится. Стерилизуются баночки, варится, закипает варенье. Это то, которое должно было настояться 6 часов. И вчера я его должна была переварить после 6 часов, как настоится в сиропе. И закатать в банке. Но не сложилось вчера с этим вареньем. После прогулки на улице было вообще очень тепло. И мы вечером вышли в беседку, уже потемнело. Включили свет и ужинали. И сидели еще долго в беседке. Вот. И как-то до варенья руки не дошли. Но я не хочу сказать, что оно там как-то... Как-то испортилось из-за этого. Ну, постояло дольше в сиропе, ничего страшного. Сегодня закроем, закатаем в банке, ничего страшного. Так, ну и сегодня я еще хочу приготовить. Еще вчера ходила на рынок и купила... Печенье. Ну, вот, ничего такого. Ну, просто вот печенье обычное, коричневое. И обычное белое вот такое. Есть тортик для ленивых. А я этот тортик вообще называю для супер-ленивых. Так, вот это печенье. И сейчас приготовлю заваренный крем. Чего-нибудь вкусненького. А как бы печенье просто не хочется, но с кремом. Вот. Будет такой сегодня тортик. Так. Для тортика мне понадобится... Три яйца, кстати. Вот смотрите. Сейчас покажу. Яйца, да? Ну, блин, не видно. На камеру. Или видно. В общем, вот это яйцо маленькое. Вот это яйцо побольше. Это все с одной партии покупки. Я не знаю, видно так. Ну, видно. Вот это еще меньше, чем то было. Яйца сейчас 42 гривны. 42, 45, 49, 50. Вот такие у нас цены на яйца. И вот в одной упаковке можно найти и вот такое, и такое поменьше. В общем, все для покупателей. Молодцы. Так хорошо это все. Миксуют такие яйца. И это же продают там, к примеру, по 42, а это продают по 49. Смешали их в коробочке. И теперь вот эти продают по 49. В общем, такой маркетинговый ход. Молодцы. Так. И я сегодня буду вот этот заварной. Три яйца. Так как они маленькие, то, в общем, возьму три. Пол-литра молока, 200 грамм сахара, 50 грамм муки, ванильный сахар. Все это сейчас смешаю и будет заварю. Это будет заварной заварю. И будет тортик. Субтитры сделал DimaTorzok Варенье уже закипело. Я его переставила на медленный огонь. И надо ему прокипеть 15-20 минут. Баночки две простерилизовалась. Третья и четвертая. Рассчитываю, чтобы у 4 баночки. А это поставила на огонь. И теперь помешиваю. Крем заваривается. Недолго. Минут максимум 5. Вот первые уже бульбашки и отключаю. Чтоб был не сильно лукой. Хороший такой кремчик. Красивущий. Сейчас поставлю досточку. Ставлю досточку, отодвигаю камеру. Ставлю на досточку. Надо, чтобы... Красивее. Класс. Ароматный. Покучий. И... Сейчас надо его накрыть... Как его называют? Полиэтиленом. В контакт. И накрываю пленкой в контакт. Чтобы не образовывалась пленочка сверху. Не вылезла. И остывать. Вот такое получается варенье. Ну, не знаю. Может, я, конечно, от него большего ожидала. Может, не знаю. Но мне кажется, что на вкус оно получается приблизительно такое, как яблочное. Я, наверное, больше от него ожидала. Ну, ароматнее чуть-чуть. Ну, такие кусочки. Некоторые распались кусочки. Некоторые такими и есть. Влада специально записала видео. Влада подходила, пробовала. Сказала, что ей такое нравится. Она будет есть зимой. Поэтому у меня есть доказательства того, что она будет есть. Вот оно у меня кипит. Осталось ему, наверное, минут пять. Достерилизовывается банка. И буду сейчас раскладывать по баночкам и закатывать. Да, хорошо, что вспомнила. За пять минут до готовности нужно всыпать 300 грамм сахара и дать ему прокипеть. Как раз вовремя вспомнила. А я прям его уже по баночкам собралась раскладывать. Как раз сахар растворится, прокипит минут пять-семь и будем. Подошло время, как раз прокипело. И сейчас буду разливать по баночкам. Вот вы готовите вообще эти варенья из айвы? Мне вот интересно, по какому рецепту. Я заглянула в интернет. Там неимоверная уйма просто этих рецептов. И с корицей, и с грецким орехом, и всякие. Те, кто мне принес это айву, сказали, просто закрываем, как яблочное варенье. Просто отварили, просто по стандарту. Все стандартным рецептом. Как вообще его готовить, чтобы было вот прям с изюминкой, изюм варивать его. Ну, не знаю. Просто вот интересно, кто какими рецептами пользовался. И расскажите. С корицей, с грецким орехом как-то по-особенному. Но часто вот встречалось мне вот это проварить, и потом кусочки, эти дольки в сироп. Но я так и сделала. Не знаю. Попробуем зимой, что из этого получится. Получилось 4 баночки варенья. И вот такая вот тарелочка, чтобы Коля не жаловался, что сварили варенье и ничего не оставили. Кольчка, варенье оставили тебе. Приблизительно 80 грамм масла в слегка остывший крем и взбиваю. И Влада, в общем, решила делать торт. Говорит, ну не хочу быть в камере. Не хочу быть в кадре. Так, что нам понадобится для торта? Будет вот такой вот в стеклянной форме торт. И вот эти ж вот такое печенье и такое. Чуть-чуть на низ крема. Или ты можешь делать? Выкладывай, я постою. А она постоит. Говорит, что нет? Это много. Крема? Крема? Ну просто так. Крем будет очень сильно. Кто? Да крем! Ну давай этот. Кто? Ух ты какая! Что, коричневый будет первый, да? Нам хватит? Знаешь, я говорю, каждого слоя будет один коричневый, будет один белый и один коричневый с белым. Сегодня утром завтракали печенье, завтракали. И вот как раз четыре печеньки не хватает коричневого и четыре не хватает белого. И вот как раз четыре печенька не хватает берет, которые приходят берут, который не хватает до больше, если я не хватает. И вот как раз дуnte. Это и в который я когда-то купил, я вам не хочу! И здесь я хочу! Я надо командовать. И вот я вам, чтобы закрепляем, ну давай- SB, я-V, я-V. Была, я-V, я-V. Я-V, 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 я-V. Я-V, 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 я-V. напечу сейчас торта да ладоська там кстати дождик закончился нормально закончился дождик и сейчас пойдем варить кашу если там можно еще там вы даже сколько всего лишь всего три слоя будет что приблизительно на три слоя так я наверное сейчас сделаю ничего не сделаем потом сделаем когда уже застынет чуть-чуть было много крема ты любишь такие легкие рецепты и я люблю оно конечно и тяжелые вкусно и тяжелые рецепты когда сделаешь такие какие-нибудь печеные вкусные торты тогда тоже вкусно но такие легкие вообще вкусно все вкусно бисквит ну ладно тогда испечь много яиц уходит ну говорят говорят так мы его сделаем высоким бисквит и намажем таким можно такой заварной крем со сгущенкой да бабушка я тебе сказала что много яиц уходит если так делать и нужно нужно печь да я уже представляю как сейчас как она потом увидит это видео скажет ладно я такого не говорила бабушка привет я тебя тоже очень сильно люблю ан coupis давай выкладывая белый да щас ты уже в предчувствии да ладно Я уже чувствую, это получается, каждому по такому вот кусочку, ну получается, будем определять, все остальное тебе, да? Да, конечно же, ты по-другому, не ждал по кусочку, а все остальное тебе. Не, ну типа, можно же, чтоб они вот это не распадались, можно просто по квадратику обрезать, и его хватит подольше. Конечно, хотя, может таким одним никто не наестся и будут брать по два. Можно по два брать, можно брать по три. Разрешаю. Поскольку хочешь, под токарь можно брать. Просто чтоб не ломался, удобно брать вот размером с печенью. Я тут не попадаю. У меня вот такие две шоколадочки маленькие. Я их сейчас просто поломаю и потом буду растапливать на заливку. Покарь. Распорту. Как говорим. У меня есть здесь, я не знаю. Покарь. Покарь. Прокарь. Прокарь. Покарь. Прокарь. Прокарь. И вот, как говорится, про все. кстати шоколадки вот такие вот бисквитной нашей фабрики харьковской называются с новым годом сказки пушкина шоколад папа работает на бисквитке и там вот можно было купить такие шоколадки те которые не продались на новый год мы их спрятали подальше они черный шоколад не очень у нас и я люблю черный шоколад а ты любишь я люблю черный шоколад но именно этот мне не нравится ну ты же сказала что он для глазури а его же наверно смешивают с маслом для глазури ну да сейчас мы смешали его уже когда чуть-чуть постоит тортик смешаю его и чуть-чуть молока чуть-чуть масла и потом зальем и половину коричневой буду давай да я только хотела сказать это я здесь нет ты вот тут вот ой я просто не ой ну вот и осталось 4 заловаться у меня больше осталось ну вот хорошо это уже будем кушать кто не любит такой с кремом а это уже вот это знаешь что можно его сделать можно вот так напополам и сюда вот вложить и промазать сейчас так и сделаем и что этот будет просто как она обделена чего обделено он крем есть мы сейчас его промажем расправка нормально до этого будет еще лучше ложка ложка ничего не тебя не получается извините хотя получено лопаткой значит если получается лопаткой когда это и глазурью так зальем она и сюда ляжет все теперь в общем маша там же шану чуть наискосочек шло как раз вот на пол литра масла ой молока хватило вот столько весь крем ушел вот тут осталось уже сейчас только лопаткой и вымажем вот видите сколько осталось крема вообще ничего не осталось можно сказать на весь тут она чтоб хватило да теперь ну вот сейчас мы лопаткой еще там наберем завтра когда будешь кушать я ж буду на работе снимешь мне видео как она в разрезе так красиво показать давай с этой снимем как раз хватило как раз да я тоже так детстве делала когда мама пекла какой-нибудь торт попросила шапана сильно его и облизывала потом эту форму в которой был крем так пальчиком было вкусно мне кажется в детстве все так делают теперь отправляем его в прохладное место чтобы он пропитался расскажу историю покуда я вышла на улицу быстренько говорю сейчас приготовлю начищу картошки и сварим кашу покуда мы закончили этот тортик начистила зажорку сделала воды нагрела раз выбегаю и начался дождь в общем нет смысла уже жарить чеварить ту кашу потому что дождь и никто не будет варить в дождь эту кашу да-дам каша варится уже доваривается осталось только вбить яйца мы уже голь-голь-голь с них сделан и бросить петрушку в общем такая у нас поливая каша на костре она уже готова покуда рассказывала оставила ложку а то утонула так вливаю яйцо и зеленушку две минутки кипнет и кашка уже готова можно пробовать и теперь готовлю глазурь для шоколадной для торта шоколадную значит 100 грамм шоколада я его уже поломала в предыдущем рассказе свое теперь нужно 50 грамм масла обнулила здесь как в аптеке ты 40 было классно если 50 ровно отрезала 47 и 2 столовые ложки молока и отправляю все это можно делать на водяной бане не хочу на водяной отправлю в микроволновку по 30 секунд 30 секунд в микроволновке остановили помешали опять на 30 секунд и опять на 30 секунд в общем до полного растворения по 30 секунд помешиваем ой третье ну ладно третье 3 ложки молока после первых 30 секунд оно вот стало вот таким вот отправляю еще на 30 вторые 30 секунд растворяется молоко хорошо растворилась еще минута не буду ставить еще потому что будет кипеть и оно не надо масло растворилась еще растворилась хорошенькая пока я варила кашу тортик уже так ну крем так под под застыл на тортике и теперь заливаю дальше все Продолжение следует... Продолжение следует... Очень вкусно... Легко, просто... И напоследок вспомнили, что у нас есть кокосовая стружка... Сейчас еще засыпем все кокосовой стружкой... Вот это через дырочку... Вспомнилось сразу видео, как женщина делала пепси-колу... Говорит, сейчас я сделаю аналог пепси-колы... Кто не знает, посмотрите... Я не могу такое рассказывать... На канале там... Решила сделать пепси-колу... Ну вот... Не сильно... Чуть-чуть... Чтоб не сидеть, не жевать... Без конца... Один кокос... Чуть-чуть... И все... Покажу вам, какой тортик получился... Не знаю как... В общем... Вот такая вот прелесть... Малинкой украсила... Ну... Мы, конечно, рановато... Но Влада говорит, хочу попробовать... Тут вот еще чуть-чуть надо, чтобы он пропитался... Но вообще... Просто... Просто прелесть... Вкусненький... Шоколад дает свой вкус... В общем... Это для тех, кто не хочет печь... В общем... Вот такой вот тортик... Субтитры сделал DimaTorzok